Друзья, знаете, в Духовных Писаниях говорится, что чтобы быть здоровым, нужно начать с питания всегда и с очищения. Во всех Духовных Писаниях об этом говорится, с очищения души и тела. В Ведическом Писании нам нужно изучить, что принимает Господь в пищу, потому что мы должны, прежде чем самому вкусить пищу, нам нужно ее предложить Богу. Так вот, и нам нужно изучить, что примет Господь, а что нет. Вот я сейчас купила гранаты. Что я купила для Господа еще? Здесь у меня, не помню, пакетики везде одинаковые, зеленая гречка. Что у меня здесь еще? Здесь у меня семена льна, а здесь у меня фундук. Это я помню. Фундук я беру вот так. Нечищенный. Орехи я стараюсь брать нечищенными. Дальше. Свекла. Это все из ферм. Частных ферм. Есть специальный магазин. Вот такая вот редька. Натуральная. Натуральные. Яблоки. Тоже из фермы. Еще. Немножко инжира. Но я очень редко ем сухофрукты. Очень редко. Я просто для курса сделаю конфеты. Называются живые конфеты. Помидоры для салата. Затем у меня мед из фермы. Имбирь. Ну и все. Собственно говоря, все. Вот такое питание. Конечно, я не показала всего того, что я приобретаю. Что-то заканчивается. Я покупаю. Вот у меня на данный момент гранат. Гранатовый сок. Это лучшее средство. От трихомонад. Кстати. И от всех видов паразитов. Ну не от всех, но от многих точно. Особенно гранатовые корки. Вы их не выбрасываете, а высушиваете. И будет вам счастье. Гранатовые. Так вот. На сегодня я купила все. У меня есть, конечно же, пшеница, которую я проращиваю. Тоже из ферм частных. Все это я нашла специализированный магазин. Который очень не масс-маркетный. Там, конечно, цены намного дороже, чем в обычных супермаркетах. Но я уверена, по крайней мере, хоть более-менее. Хоть более-менее уверена. Потому что люди в селах выращивают и поставляют. Естественно. Вернусь к началу. Вся почва отравлена. Все сбрасывается на нас с воздуха. Поэтому все равно это все отрава. Но вопрос в том, как много мы это едим? Как часто мы это едим? Когда мы это едим? И делаем ли мы регулярное очищение? Очищение.